Внедрение инновационных технологий в жизни людей привели к появлению различных болезней, некоторые из которых приводят к летальному исходу. В связи с этим стали востребованы проекты, связанные с разработкой новых способов борьбы с заболеваниями. На сегодняшний день существует множество способов борьбы, и один из основных способов борьбы – это, конечно же, действие новых и новых антибактериальных препаратов. Но на сегодняшний день скорость, которой бактерии приспосабливаются к действию бактериальных препаратов, она гораздо быстрее, чем время, на которое эти новые препараты возникают. Поэтому мы задались целью как-то содержать вот эту резистентность микроорганизмов путем выключения некоторых функций бактериальных клеток. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ борьбы с инфекционными заболеваниями, так называемые ДНК-ловушки. Данный способ представляет собой подавление роста биопленок, микроорганизмов, расположенных на какой-либо поверхности, клетки которых прикреплены друг к другу. Данные ловушки также можно использовать для усиления действий антибиотиков, с помощью которых можно сократить время лечения больных. Как я уже сказал, идея работы заключалась в выключении какой-то из отдельных функций биопленки. Мы выбрали внеклеточную ДНК, так как она как раз-таки способствует развитию, подавлению резистентности к действию антибактериальных препаратов. И идея заключалась в том, чтобы создать молекулу-капсулу или такую систему, которая по принципу работы белков могла бы взаимодействовать с молекулами ДНК. В качестве ДНК-связывающих агентов ученые задействовали своего рода молекулы-контейнеры. Когда нити ДНК проникают в контейнер, то между ее нуклеотидами и отдельными звеньями в данных молекулах начинают устанавливаться связи. В итоге ДНК оказывается в ловушке. Путем конструирования супрамолекулярной системы, то есть молекулярных ансамблей на основе синтетических молекул, способных образовывать такие вот большие капсулы и изолировать от структуры биопленки внеклеточные ДНК. Достигнув этой цели, мы смогли отключить некоторые функции биопленки, то есть затормозить ее развитие, ее распространение. Работа по созданию ловушек для бактерий ДНК проводилась в течение года командой ученых Казанского университета. Данный проект существенно превышает по эффективности стандартные научные подходы. В настоящее время разработка является одной из первых в мире по созданию способов с борьбой бактериальных молекул ДНК. Вообще в нашей научной группе мы одни из немногих в мире занимаемся подобными макроциклическими системами. То есть пошаговая функционализация сложных макроциклических систем это разработки Казанского университета, которые ведут уже на протяжении многих лет у нас своя сформированная школа создания супрамолекулярных систем. На сегодняшний день проект находится на первом этапе реализации разработки концепции, которая показала, что на данный момент есть положительная динамика исследования. В дальнейшем планируется наблюдение экспертами за реакцией микроорганизмов на различные испытания.